МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое христианское таинство. Православные отметили крещение Господне. Дотянуться до звезды Мишлен. Чебоктарские студенты вернулись после стажировки во Франции. Светофор под ногами. Есть ли польза от светодиодных полос на пешеходных переходах? Православные отмечают крещение Господне. Это один из главных праздников в нашем церковном календаре. Первое и важнейшее христианское таинство. В Чебоксарах, как и по всей России, этой ночью многие окунались в прорубь. За неподдельными эмоциями наблюдала наша съемочная группа. Всего минус 10-13 градусов. Погоду на крещение в Чуваше в этом году нельзя было назвать морозной. Однако раздеться и залезть в прорубь зимой – в любом случае маленький подвиг. Все отлично. Очень-очень холодно. Ощущения отличные, замечательные настроения, бодрые. Морально очистился как будто. А так холодно вообще. В Чуваше подготовили около 70 официальных мест для купания. Там дежурят спасатели, медики, оперативные службы. В Чебоксарах купели по традиции оборудовали у Свято-Троицкого мужского монастыря. В этом году мы подготовили традиционно на этом месте 4 купели. Все эти купели были обновлены полностью. Деревянные конструкции, подходы к трапу. Новые изготовили кабинки для переодевания. По просьбе со стороны МЧС было выделено 2 палатки. Это для обогрева, для посетителей. Среди тех, кто набрался смелости, была и наша коллега, корреспондент Чувашской редакции программы «Республика» Мальвина Петрова. Те, кто не смог окунуться минувшей ночью, еще смогут это сделать. Празднование Крещения Господня на местах купания будет проводиться в течение трех дней. До 20 января, до 18 часов силы обеспечения, спасатели, медицинские работники будут на месте. И поэтому можно смело, без опаски приходить купаться. Тем же, у кого есть медицинские противопоказания, воду все-таки лезть не стоит. Тем более, что грехов это не смоет. Отмечают представители духовенства. Верующий может просто прийти в церковь и помолиться. Ольга Пырычкина, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, «Республика». Другими новостям. 20 января Михаил Игнатьев обратится к Государственному совету с ежегодным посланием. В этом документе будут обозначены стратегические направления развития республики. Ожидается, что в церемонии примут участие депутаты Госдумы, члены правительства, главы традиционных конфессий и руководители предприятий. Те, кому и предстоит выполнять поставленные задачи. В прошлогоднем послании глава озвучил немало поручений. Как они реализуются, проанализировал Дмитрий Ковалев. В истории Чувашии региональный лидер обращается к госсовету 22-й раз. Для Михаила Игнатьева нынешнее послание шестое по счету. Итоговый документ будет оглашен, как и в прошлом году, в Театре оперы и балета. Работа над ним началась задолго при подготовке послания. Традиционно учитываются предложения рядовых жителей и представителей общественных организаций. В прошлогоднем послании глава региона сделал акцент на человеке труда. Одно из поручений Михаил Игнатьев адресовал работодателям. В целях повышения эффективности деятельности предприятий республики и сохранения здоровья работающих, прошу всех работодателей разработать профиль здоровья предприятия. Хороший руководитель заботится о здоровье своих сотрудников, потому что в этом залог успеха в целом трудового коллектива и предприятия. Профиль здоровья на ряде предприятий республики уже разработали. Также в прошлом году Михаил Игнатьев поставил задачу расширить сеть районных ФАПов и построить новые поликлиники в Чебоксарах. По данным социологических опросов, удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи в Чувашии ежегодно растет. Сегодня 57% жителей довольны качеством оказания медицинских услуг. Республика занимает четвертое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения региона Приволжского федерального округа. Исполнили и другое поручение главы. Предлагаю для педагогов, подготовивших победителей Олимпиад, учредить премию в размере 250 тысяч рублей, а для педагогов, подготовивших призеров, 150 тысяч рублей. Особый акцент глава региона сделал и на стратегии развития малого и среднего бизнеса. Эта инициатива реализуется весьма успешно. За последнее время в республике был запущен целый ряд инновационных проектов. Поручаю правительству республики разработать стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года и указать в ней конкретные пути решения таких задач, как увеличение 2,5 раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году, увеличение объема производимой ими продукции, а также рост производительности труда не менее чем в 2 раза. Ожидается, что в стратегии на перспективу Михаил Игнатьев сделает ставку на экономику, социальную политику и экологию. Послание главы станет документом, на который будут опираться районные власти, члены правительства и депутаты. На оглашение послания в театр оперы и балета приглашены порядка тысячи гостей. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Послание главы Чувашии национальной телерадиокомпании Чувашии будет транслировать в прямом эфире. Начало в 12 часов. Изменения коснутся и нашей вечерней программы. 20 января в 19.30 выйдет телевизионная версия послания главы республики. Ее можно будет увидеть в субботу в 7.30 утра и в воскресенье 22 января в 19 часов. Криминогенная обстановка в столице Чувашии стабилизируется. Наметилась тенденция сокращения общего количества преступлений. Итоги работы за прошлый год подвели в управление МВД по городу Чебоксары. В течение 2016 года на территории города Чебоксары зарегистрировано снижение общего числа преступлений примерно на 12%. На особом контроле вопросы предупреждения пресечения и раскрытия преступлений против личности. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 18%. Сократилось и количество хищений чужого имущества. Доля раскрытых преступлений превысила 90%. Одной из приоритетных задач столичного управления МВД является профилактика правонарушения среди несовершеннолетних. На территории города Чебоксары наблюдается снижение подростковой преступности. Значительный уровень подростковой преступности сохраняется на территориях обслуживания отделов полиции номер 1 и номер 3. При этом несовершеннолетним больше совершено преступление в ночное время и состояние алкогольного опьянения, что говорит о упущениях подразделений по делам несовершеннолетних в контроле за их поведением. На фоне снижения общего числа преступлений существенные просчеты отмечаются в работе следственных подразделений. В результате раскрываемости преступлений, предварительный следств по которым обязательно составил лишь 45%, что является одним из худших показателей в республике. Крайне неудовлетворительно организована работа по возмещению ущерба, причиненного преступлению. Возмещаемость ущерба составила всего лишь 47%. По-прежнему существенное отрицательное влияние на состояние оперативной обстановки оказывают так называемые увеселительные заведения – точки круглосуточной торговли алкогольной продукцией. В целях профилактики и предотвращения сложившейся ситуации за каждым из них поручено закрепить руководителей подразделений столичного управления МВД. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. В минувшие выходные в Чувашии прошел очередной рейд – пешеходный переход. Его итоги заставляют задуматься. Пешеходы нарушают правила дорожного движения в четыре раза чаще, чем автовладельцы. Еще статистика. За 11 месяцев прошлого года произошло более 400 наездов на пешеходов. И далеко не всегда по вине водителя. Один из способов повлиять на ситуацию – установка светодиодных полос на переходах. В столице Чувашии это нововведение действует уже несколько месяцев. Перекресток в районе Дома Мот – один из самых оживленных в Чебоксарах. Ежедневно здесь приезжают сотни автомобилей, а этот пешеходный переход – один из самых многолюдных. Несколько месяцев назад здесь установили лежачий светофор – светодиодные полосы, которые меняют свой цвет на красный и зеленый. Как это повлияло на участников дорожного движения? Давайте выясним. Это очень заметно, это очень удобно и очень безопасно, я надеюсь. Ну, это неплохо. Почему? Ну, видно сразу, что надо переходить или надо стоять. Люди и так соблюдают правила, потому что трав дорогой теперь. Да, ГАИ очень хорошо реагируют. Когда вдалеке стоишь, видишь там, какой свет горит от этих полос, и сразу узнаешь, когда надо бежать и когда нет. Это мне дает возможность быстрее дойти и узнать, во сколько и как не успеть. Я замечаю, да. Только что заметила. Да, это очень удобно на самом деле. Обычно сейчас люди, я считаю, ковыряются в телефоне обычно, а так все видно, что можно переходить дорогу. Красная полоса воздействует на пешеходов еще и на психологическом уровне. Если раньше люди в ожидании зеленого сигнала стояли практически на проезжей части, то сейчас не заходят за линию. Она, между прочим, находится в метре от дороги. В ближайший светофор вмонтированы светодиодные лампочки, которые позволяют увидеть световой сигнал практически в любую погоду. Данные полосы установлены в проезжую часть, изготовлены из ударопрочного пластика. Диапазон рабочих, диапазон температур, то есть от минус 30 до плюс 30, что позволяет использовать в любое время года. Пока что такие полосы установлены на 10 пешеходных переходах. В скором времени их количество увеличится. Больше станет и светодиодных дорожных знаков, информационных табло. Все эти меры, конечно, важны, но простого и жизненно важного правила никто не отменял. Пешеходам смотреть по сторонам и будь уверенным, что вас пропускают. А водителям не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Все государственные итоговые аттестации и едином госэкзамене. 15 февраля в 11 утра Рособорнадзор проведет встречу с родителями выпускников, на которые ответят на вопросы по проведению итоговых аттестаций. Какие в этом году ожидаются тестовые задания? Как смогут сдать экзамен выпускники с ограниченными возможностями здоровья? И каков минимальный балл для получения аттестата и поступления в ВУЗ? Получить ответы из первых ВУЗ сможет любой житель страны. Встреча будет транслироваться на канале YouTube в режиме онлайн. Свои вопросы можно уже сейчас отправить на электронную почту егэсобачка.оборнадзор.гав.ру Или оставить сообщение на странице Рособорнадзора в соцсетях. Полгода чебоксарские студенты провели во Франции. Там они не отдыхали, а работали поварами. Стажировались в лучших ресторанах. Чему научились студенты в одной из столиц гастрономического туризма, расскажет Юлия Важенина. Ах, Париж, Париж. Здесь лучшие рестораны мира. Фуагра и супы с шампиньоном. Всю свою жизнь я мечтал стать самым лучшим поваром. Такова мечта не только крысенка Реми из мультика «Рататуй». О признании в кулинарном мире грезят и студенты Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции. Два студента и четыре выпускника СУЗа прошли стажировку на родине круассанов и фуагра. И не просто в кафе или закусочных, а в ресторанах категории «Мишлен». И для кого не секрет, что звезда «Мишлен» – знак качества, говорящий об отменной кухне и высоком уровне обслуживания. Алексей Максимов в прошлом году закончил техникум и твердо решил пройти практику у законодателей кулинарной моды – французов. Мы едим для того, чтобы покушать, на самом деле получить энергию. Они едят хобби, искусство, развлечение для них – это покушать. Всем известный стереотип – французы едят лягушек. Как оказалось, это утверждение далеко от истины. В современной Франции земноводных не едят. Зато очень даже любят голубей. Но не стоит думать, что повара бегают по улице и ловят их. Для выращивания голубиного мяса есть специальные фермы. Я вот голубиного мяса, все-таки я научился с ним работать. Я, ну, соответственно, такая возможность, я попробовал его. Мясо такое нежное, согласен, очень нежное мясо было, но нет, нет. На самом деле очень такое вот… Не то, что отвращение, но все равно за счет того, что ты понимаешь, это голубь. Как можно голуби кушать? Нет. Не очень сильно этого в плане морального. Да и по вкусу понравилось, но нет. Я не люблю кушать голубей, и я не хочу кушать голубя. Студент-техникума Никита Антонов полгода изучал французский язык, чтобы самому принимать заказы у посетителей ресторана. Ведь для работы официантом Никите нужно было общаться с клиентами. Был на юге Франции, в городе Сан-Рамиде-Прованс. Работал в мишленском ресторане с двумя звездами официантом. Работа заключалась в обслуживании гостей. Под конец стажировки мне доверили менеджментром сервиса. За время, проведенное во Франции, мне очень понравился народ, культура этой страны, еда. Я планирую в этом году поехать на стажировку снова, опять на полгода. Если Никита снова планирует поехать на стажировку во Францию, то Алексей, наоборот, мечтает привлечь гостей из-за границы к нам, в Чувашию. Открыть свой ресторан, достойный уровня мишленовской звезды. И кто знает, может именно у него получится поднять ресторанный сервис на новый уровень. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Непривычное в привычном. В Центре современного искусства Чувашского государственного художественного музея открылась выставка ульяновского художника Вячеслава Сайкова «Будни». В каком свете видят повседневные вещи автор узнавала наша съемочная группа. У меня в руках обычная столовая ложка. С виду ничем не примечательная и вряд ли запоминающаяся. Впрочем, она и должна быть такой простой и удобной в использовании. Но стоит слегка изменить угол зрения. И этот кухонный предмет становится полноценным арт-объектом. Компьютерная клавиатура, алюминиевая кастрюля и деревянная табуретка. Эти повседневные предметы на картине обретают новый смысл. Маленькие, едва заметные глазу уличные штрихи. Поручень трамвая, подошва ботинка проходящего мимо человека. Вот такими перед посетителями предстают будни Вячеслава Сайкова. Это у меня с натурой, потому что натурная живопись, натурная. Ее без натуры ты не сделаешь, не напишешь, не выдумаешь просто. Это что созревает, то, что я вижу, живу, где как-то выходит, то и делаю. Ну мне вот он даже должен красоту вот этой, даже пускай будничности серой, жизни какой-то. А в ней тоже есть красота, даже в грязи какой-то есть красота. Своё творчество автор не определяет конкретным направлением. У него картин даже нет названия. Художник считает, зритель сам даёт имя каждому полотну. Его работы выставляются в различных отечественных и зарубежных экспозициях. И каждый раз посетитель получает новые впечатления. Мне показались картины очень социальные, очень интересный подход в разных залах. То есть разные картины, разные характеры, разные эмоции вызывают картины. В том зале именно картина с зеленоватым таким кубком или, может быть, стаканом и окурки где. Вот это больше всего, наверное, привлекло. И никакие эмоции от тебя эта картина не было? С виду изящный стакан и какая-то угнетённость или, я не знаю, такое одиночество какое-то. Вот именно такие какие-то эмоции. Увидеть будни в другом свете можно будет до 12 февраля. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Внимание, розыск! Сотрудники Чувашского национального музея разыскивают игрушки, книги, фотографии, портреты, одежду 19-20 веков. Чебоксарцам предлагают принести в музей артефакты, которые ассоциируются с советским детством. Из предметов, принесённых в дар, сотрудники музея планируют устроить ностальгическую выставку под названием «Мир детства моего». Детство – это самая, наверное, яркая, запоминающаяся часть жизни каждого человека. И у каждого есть какие-либо предметы, которые ассоциируются, связаны с этой тематикой. И, возможно, у многих в закромах есть старые игрушки, давно забытые, запыленные. Цель нашей акции – это комплектование музейных фото, связанных с детской тематикой, чтобы и подрастающее поколение знало о том, во что играли, во что одевались, как воспитывались их бабушки, их родители, потому что время уходит, и часто эти предметы забываются. Приветствуются, дорогие сердцу игрушки чебоксарцев. Куклы из тряпок с проволочным каркасом, куклы в национальных костюмах народов СССР, мишки и зайцы из прессованных опилок, милые пупсы в штанишках на лямочке, настольные игры, а также школьные принадлежности и предметы быта, советские книжки с до боли знакомыми иллюстрациями, кино и мультфильмы. Выставка откроется 1 июня, именно в День защиты детей. Юные чебоксарцы получат возможность окунуться в мир детства своих бабушек и дедушек. Галина Титарчук, Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. «Крохоплыви» – так называется проект 201-го Чебоксарского детского сада. Помимо самих дошколят, детсадовский бассейн посещают малыши грудного возраста. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Погружение, динамичные покачивания, отталкивание от стенки и даже ныряние. В 8 месяцев Александра выполняет эти упражнения на ура. Мы ходим уже с третьим ребенком в этот бассейн. К этому же инструктору, к Светлане Валерьевне. В принципе, уже до рождения ребенка, уже целенаправленно хотели заниматься. После рождения мы пришли в бассейн в 4 месяца. Ребенок очень общительный, очень эмоциональный. По развитию немножечко опережает среднестатистических детей. В 4 месяца Саша самостоятельно встала на коленки. В 5 начала ползать, а в 8 ходит, держась за стенку. Такой результат – итог совместной работы родителей и тренера. Новорожденные от природы обладают умением задерживать дыхание. Долгое время вода была их естественной средой обитания. Именно поэтому учить плавать ребенка не нужно. Он и так это умеет. После истечения трех месяцев, если ребенок не приходит в бассейн и не плавает в ванной, все навыки плавания у него утрачиваются. Когда он рождается, как только попок заживает, его можно уже купать. Но начинают его купать дома, сначала в кипяченой воде. После того, как ребенок достигнет двух месяцев, мы можем его принять. Дети учатся сначала плавать с поддержкой рука под грудью, потом на спине, учимся параллельно задерживать дыхание. Помимо грудничковой группы в детском саду занимаются еще две. Дети с полутора до трех лет и с трех до синие. А совсем недавно открылась плавательная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них в бассейне установили подъемник. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. 20 января в Чебоксарах откроется Всероссийский форум «Дни самбо» в Приволжском федеральном округе. В его рамках пройдут дискуссионные площадки, мастер-классы, открытый урок физкультуры по обучению техники самообороны без оружия. В форуме примут участие гости из регионов Поволжья, руководители, общественные деятели, спортсмены и тренеры. В связи с проведением Всероссийского форума в Чебоксарах с 6 до 19 часов временно ограничат движение и стоянку автомобилей на площади Республики от дома номер 38 по улице Карла Маркса и по улице Ленинградская. Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей уличнодорожной сети. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашей. Редактор субтитров А.Семкин